Добрый день, дамы и господа. Давайте воспользуемся пятницей и поговорим о чем-то, что не является Брекситом. Хотя политтехнологи с разной стороны баррикад, я думаю, готовы привязать Брексит абсолютно к чему угодно. Сегодня речь у нас пойдет о пабах, классических питейных заведениях, без которых невозможна жизнь ни в одной уважающей себя британской деревне. В последнее время они оказались в очень невыгодном положении, потому что большие сети супермаркетов стали продавать алкоголь по таким дешевым ценам, что народ вместо того, чтобы идти и общаться в паб, закупается пивом в ближайшем магазине и идет общаться и выпивать по домам. Вроде бы все согласны с тем, что дешевый алкоголь не слишком полезен для общества, которое еще не достигло высокой сознательности и полного алкогольного воздержания. Но исчезновение пабов, которые просто не могут конкурировать с гигантами розничной торговли, означает, что довольно большая часть британской идентичности исчезнет. Консалтинговая компания Social Market Foundation предложила понизить налог на алкоголь для пабов, одновременно повысив его в супермаркетах. Вполне возможно, что народ вернется к пабным стойкам, но возможно дело не только в дешевых магазинных ценах, но и в изменении настроений общества в том, что касается развлечений. Пабы в городе, если они не предлагают ничего, кроме выпавки, постепенно вытесняются на обочину питейной индустрии. Если речь не идет о классических местах, типа The Old Cheshire Cheese, которые гордо позиционируют себя как старейший паб в Англии, всем остальным приходится привлекать народ какими-нибудь дополнительными прибамбасами, типа хорошей кухни, громадных телеэкранов, на которых можно смотреть какой-нибудь футбол или регби, или выступлениями комиков, непризнанных артистов, певцов и так далее. Вообще-то к такому древнему институту, как паб, и населению, и налоговым властям, да и супермаркетам надо было бы относиться с большим пиететом. Первыми пиететные заведения завезли на британские острова Римляне, хотя не исключено, что какие-то публичные места для совместного выпивания были и раньше. Хотя основателем пабной истории, разумеется, с определенной натяжкой, можно считать саксонского короля Этельреда Неразумного, который в X веке, то есть еще до нормандского завоевания, выпустил закон, который грозил суровыми карами каждому, кто нарушает спокойствие собраний в публичных домах для распития Эля. Потом была масса других уложений и законов, но факт остается фактом. Пабы существуют на британских островах уже около тысячи лет, так что не следует бросаться таким наследием. Для того, чтобы прочувствовать изначательную пабную атмосферу, следует, конечно, отъехать из Лондона, причем в какое-нибудь нетуристическое место, желательно в глухую деревню. Правда, приготовьтесь, что местный люд может на вас с интересом коситься или даже откровенно вас разглядывать. Если вы способны выдержать такой пристальный взгляд, то у ответ можно улыбнуться. Если повезет, и местные граждане уже влили в себя какое-то количество пива, то вполне возможно завяжутся разговоры, вам придется рассказывать, откуда вы, что делаете в этой глухой деревне, куда направляетесь и так далее. Если же перспектива стать главным экспонатом на сельской ярмарке вас не прощает, то идите лучше куда-нибудь в город. Рассказывая о пабах, совершенно невозможно обойти главный вопрос, а именно их название. Кстати, в английском языке, и я правда не знаю почему, они произносятся всегда с определенным артиклем. Названия, конечно, могут быть нейтральными, типа король и королева или там бочонок и лягушка, но попадаются и настоящие шедевры. Ну, например, волосатый лимон. Повешен, выпотрошен и расчленен. Да, это тоже название паба, и это касается классического способа казни преступников, уличенных в государственные изменения. В Корнуоле есть паб под названием ведро крови. В городе Халл козел и компасы. Халл, конечно, портовый город, но при чем тут козел? В Стаффордшире бык и очки. Хотя, надо сказать, что за каждым из этих названий стоит какая-то своя история. Например, ведро крови когда-то называлось по-другому, но однажды какие-то разбойники или бывшие соратники убили одного контрабандиста, расчленили тело и скинули в колодец. Хозяин пятийного заведения на следующий день пошел набрать воды и правильно вытащил ведро крови. Жалко будет, если пабы постепенно исчезнут, слишком уж интересные истории за ними стоят. Это все на сегодня. Не забывайте о нашем сайте bbc-russian.com, где мы также публикуем и ежедневную сводку теленовостей. До понедельника и удачных вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова